Самая страшная затяжная война 20 века, изменившая ход жизни мирового сообщества, завершилась победой советского народа над коричневой чумой. Долгожданная победа подарила надежду всему праведному миру на светлое будущее. В той необъявленной войне осетины в пересчете на душу населения среди героев Советского Союза заняли первое место. Потомки героических дедов, прадедов помнят чтят подвиг советского народа. На площадке у Гостинского государственного университета прошла международная историческая акция «Диктант Победы» в память о славном подвиге советского народа. Диктант также стартовал и в Государственной гимназии Альбион Южной Осетии. Десятки студентов и сотрудников йогу, представители общественности республики подтвердили свое знание всего, что касается темы Великой Отечественной войны. 25 вопросов, вы не будете. Почитайте, ознакомьтесь. Отметим, что Всероссийский исторический диктант, посвященный событиям Великой Отечественной войны, проводится с 2019 года. Участниками диктанта Победы становятся сотни тысяч соотечественников на разных площадках. Дело в том, что в Великой Отечественной войне существовал так называемый особый период, про который многие даже не слышали, многие имеют очень смутное представление. Хотя в этот особый период войны ваш земляк Иса Аблиев дважды Герой Советского Союза свою вторую золотую медаль Героя получил именно за участие, он командовал конно-механизированным соединением, и получил второй раз звание Героя Советского Союза именно за участие, за командование этим соединением во время разгрома Квантунской и Японской армии. 2 сентября одновременно считается и днем окончания Второй мировой войны. Как вы знаете, что наши бывшие партнеры, а сейчас можно откровенно сказать враги, я не распространяю на весь народ, конечно, но в руководстве, к сожалению, проводят нам вражескую политику, Соединенные Штаты не смогли без нас победить Японию и те две атомные бомбы, которые они сбросили на мирные города, когда не было никакого смысла, все, боевые действия уже были закончены, японская армия уже была разгромлена. Наши недоброжелатели сейчас приписывают победу в Великой Отечественной войне, победу во Второй мировой войне себе, а Советскому Союзу отводят очень скромную роль почему-то. Хотя на самом деле именно решающие действия Советской армии в Манчжурии, в Монголии провели к разговору вот этой квантумской армии японской. Среди участников нынешней акции многие не первый год принимают участие в написании диктанта. Это интересно и важно, считают они, ведь если не мы, то кто должен знать все, что касается нашей истории. Диктант мы пишем с нашим курсом каждый год, это бывает очень познавательно. Первый раз пишу этот диктант, самому очень интересно, как я его напишу, надеюсь, все будет правильно.